hello everybody hi english channel with you today and we are doing test quick test number three english file intermediate so let's kick it off so the first sentence that's fantastic dress where did you get it это просто фантастическое платье где ты его достал смотрите когда вы используете платье впервые видите платье не используете а видите какой-то предмет платья компьютер вы говорите о это код wow this is a cat то есть это код вам не знаком но когда вы этого самого кота видите смотри он бежит быстро вы тогда скажете look the cat runs fast тогда вы уже используете определенные артиклы the потому что вы говорите о конкретном коте вы можете сказать этот код бежит быстро этот this cat когда вы можете так сказать значит вы можете сказать и the cat потому что вы говорите о конкретном уже коте смотрите that's a fantastic dress you have to use the indefinite article a because this is a dress it's one of many dresses this is a dress it's not a coat where did you get it где ты ее купил но когда вы говорите дальше о этом же платье тогда вы будете использовать the dress for example that's a fantastic dress where did you get it at the sun the dress fits you perfectly perfectly number two right riding a motorbike is then driving a car so you are talking about comparison здесь вы говорите о сравнении у вас есть then это означает что вы что-то сравниваете вы сравните здесь две вещи это езду на motorbike на мотоцикле и езду на машине если вы сравниваете две вещи тогда вы используете comparative degree of comparative то есть сравнительную степень прилагательных используете сравнительная степень прилагательных это будет или more или less more dangerous в этом случае riding a motorbike is more dangerous более опасно than driving a car so you have to use more dangerous you can use most dangerous and the most dangerous if you are comparing not two things but if you compare one thing with many things for example the most dangerous thing is driving fast so you you are talking about you are comparing driving fast with all the other things that you could do number three the teacher told me to close door and sit down the teacher told me the teacher told me учитель сказал мне закрыть дверь и сесть когда вы ходите в школу например и у вас ну смотрите не так вы говорите о конкретной двери потому что он не сказал пойди там будет дверь справа ты найдешь эти эту дверь и закроешь ее нет когда он говорит close закрой двери он имеет ввиду конкретную дверь и вы понимаете о какой двери идет речь когда так реально происходит тогда вы используете the то есть закрой эту дверь он с таким успехом может сказать правильно закрой эту дверь или закрой эти двери close the door because everybody understands what kind of door we are talking about number four i find it that the difficulter more difficult as difficult to sleep on a bus than on a train окей я нахожу это это более сложным что to sleep on a bus than on a train опять вы имеете then слово которое сравнивает два объекта или два действия здесь в данном случае это два действия это спать в автобусе и спать в поезде то есть я нахожу более сложным спать в автобусе чем then это чем в поезде здесь вы сравниваете две вещи если вы сравниваете две вещи вы используете сравнительную степень прилагательных you have to use the comparative degree of adjectives so difficult it's impossible to say because this word is big это слово длинное если слово длинное тогда вы не добавляете er вам нужно добавить more more difficult so i find it more difficult to sleep on a bus than on a train я нахожу это более сложным спать на автобусе чем в поезде смотрите в поезде будет не in a train а он утрен он трен он трензапонит он трэн я не могу сказать а утрен изв捨 и о а о а а от о о о a train like there there is a film okay number five let's eat in this restaurant it's then the other one one means restaurant you just don't want to repeat this word again so it's then the other restaurant then the other one restaurant it's singular singular единственное число поэтому вы используете one если бы restaurants было вы бы сказали ones so let's eat in this restaurant давай покушаем в этом ресторане eat is он есть какие какой less expensive less это менее expensive менее дорогой more cheaper более дешевый ну более дешевый можно в принципе сказать но смотрите cheap это маленькое слово когда вы используете сравнительную степень прилагательных вы просто к маленьким словам добавляйте er cheap cheaper big bigger tall taller да здесь вы еще кроме и а добавили more а more используется с большими прилагательными например more interesting более интересный more exciting more dangerous более опасный то есть здесь нужно использовать точно нет опции and you have as expensive as это такой же дорогой как такой же как но такой же как в английском языке такой будет as as expensive как as то есть такой как у них будет просто as 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 expensive as и между as as вы не используете например as bigger или as taller или as the tallest вы просто используете обычный обычный прилагательный там большой маленький без добавления каких каких-либо окончаний as tall as as big as so as expensive as but you don't have as here you have then here so it doesn't make sense in this case so the correct answer would be let's eat in this restaurant it's less expensive он не такой дорогой как другой ресторан number six i'd like to go to university after i finish secondary school смотрите здесь давайте посмотрим на табличку у меня где-то она есть смотри сюда когда используется the and когда используется the с какими словами и когда за не используется так вот вы можете использовать the с такими словами как the cinema go to the cinema go to the theater go to the bank go to the post office for example i never go to the theater but i'll often go to the cinema я никогда не я никогда не хожу в театр но я часто хожу в кинотеатр но когда вы используете не слово cinema или theater или bank или post office а используете слово university или college college тогда вы за не используйте go to university go to college be at university быть в be at college быть в колледже know that helen wants to go to university when she leaves school where did you study at college know that so remember this case so i'd like to go to university so this is zero article это называется нулевой артикль отсутствие какого-либо артикля называется нулевой артикль zero article number seven his latest film его последний фильм his latest film isn't the last one he made не есть как the last one последний который он сделал isn't as good then смотрите если у вас as используется вам также нужно поставить as и здесь потому что adjective нулевой степени то есть нулевая степень это например tall высокий потом сравнительная степень это taller и superlative degree наивысшая степень сравнения это the tallest здесь нулевая степень если нулевая степень тогда вы используете as azz as as такой же большой как например as big as his latest film не есть таким как isn't as good as но у нас then это не подходят as good as the last one he made это подходит that is not his latest film isn't as good as the last one he made Number eight. In most countries, motocyclists have to wear helmets now. Смотрите, helmets – это множественное число, поэтому «э» вы точно не используете, потому что «a helmet» вы можете сказать «шлем a helmet», но когда «helmet» – «э» не используется. «э» только с единственным числом. «The helmets» в принципе можно сказать, но здесь не можно. Почему? Потому что вы не говорите именно о каких-то конкретных helmets, шлемах. Вы говорите о шлемах в общем смысле этого слова. То есть нужно использовать именно шлема, а не шляпы, например. То есть здесь не конкретные какие-то шлема, а вообще шлема. Поэтому zero article. In most countries, motocyclists have to wear helmets now. So you have to use zero article, because you can't use «э» with plural, and you can't use «the» when you're talking about general, something general, something generally. Not specific helmets that you can see that everybody knows. No, just helmets in general, any helmets, not these helmets, but any helmets. So zero article has to be used. Number nine. What's the way to get around London? Here you have to use the suppleative degree of adjectives. Здесь нужно использовать наивысшую степень сравнения при угаде. Почему наивысшую, потому что вы не сравниваете два действия или, то есть, да, два действия не сравниваете. Вы сравниваете что-то, одно действие с любым количеством опций, которые у вас имеются. Например, what's the, какой самый быстрый способ ездит, ну, там, путешествовать по Лондону? What's the, if you have the, you have to use the suppleative degree, so the fastest, that's good, the most fast. No, the most fast, почему no? Потому что most используется тогда, когда у вас длинное слово. Например, какой самый опасный способ путешествия в Лондоне, например. What's the most dangerous? О, какое самое интересное место? What is the most interesting place to go in London? Тогда будет most interesting, most dangerous. Most и большое слово. Здесь у вас маленькое слово, поэтому вы не используете most. Здесь в третьей опции most поставили и EST поставили. Вы не можете использовать и то, и то. То есть образование superiative degree имеет два, может иметь два способа. Первый способ это добавление, добавление EST, когда у вас маленькое слово. Второй способ это добавление most, the most, когда у вас большое слово. Здесь у вас маленькое слово, поэтому вы добавляете EST, вы не можете добавить и EST, и most. So, what's the fastest way to get around London? I hope you understand this. Number ten. Best month to visit Paris in August. There is no traffic. Wow. Good. Again, best уже подсказка, потому что best это самый лучший. Good это хороший, better это лучший, а best самый лучший. Но вы помните, что когда вы используете наивысшую степень сравнения прилагательных, if you use the superiative degree, you have to use the in most of the cases. So, the best, самый лучший. The best month to visit Paris is August. If you are going to Paris, if you are planning your visit to Paris, remember this sentence in quick test. The best month to visit Paris is August. There is no traffic. There is no traffic. Good. The absence of traffic is good. Кстати, traffic это стесненное движение. Traffic. Traffic. Или пробки. Number eleven. I've had a male boss and a female boss. Окей, fine. То есть у нас есть босс мужик и босс женщина. У меня был начальник и женщина, и мужчина. И дальше я говорю уже о конкретном начальнике. То есть женщина-начальник была намного жёстче, намного строже. Окей, то есть здесь я использую a male boss and a female boss. Почему? Потому что я впервые сообщаю о таком факте. У меня был начальник мужчина, и у меня был начальник женщины. Дальше я начинаю говорить о конкретном начальнике. О том начальнике, который у меня был. То есть я говорю о том человеке, о котором вы уже знаете. Поэтому нужно использовать the. The female boss was much stricter. Number twelve. Children usually like sweets. С-э точно не будет. Почему? Потому что множественное число дети. Children. So children, it's plural. You don't have to use э with plural. And children usually like sweets. Or the children usually like sweets. Смотрите, когда будет the children. The children, когда вы видите группу детей, вы начинаете говорить. Посмотри, вон дети. Look, there are children. There are some children over there. И начинаете говорить. The children are trying to climb up a very tall tree. Дети пытаются забраться на очень большое дерево. Когда вы говорите, сначала определяете детей, то есть вон дети, посмотри, вы артикль не используете. Но потом вы говорите о тех же самых детях, о которых вы сказали в предыдущем предложении. Поэтому вы говорите уже the children. Дети пытаются залезть на дерево. The children are trying to climb up a very tall tree. На очень высокое дерево. Здесь вы говорите в общем о детях. То есть дети любят конфеты. Не конкретные дети, вон те дети, которые пытаются залезть на дерево, а дети вообще дети, а не, например, взрослые. То есть здесь будет опять же таки zero article. Children usually like sweets. Обычно любят конфеты. Так, и дальше. Your son, ваш сын, is the worst driver I've ever seen. Ваш сын самый худший водитель, который я когда-нибудь видел. I've ever seen. Это present perfect. Смотрите. Важное правило. Когда у вас есть present perfect, он очень сильно дружит с the superlative degree of comparison of adjectives. То есть он с наивысшим ступенем сравнения прилагательных сильно дружит. Это present perfect. То есть your son is самый худший водитель. Вы не сравниваете здесь две вещи. Вы сравниваете вашего сына, например, я сравниваю, да, с любыми водителями, которые я видел. Я видел много-много водителей. И я сравниваю вашего сына с многими-многими водителями, которые мне приходилось увидеть. Поэтому the superlative degree of помощь. Your son is the worst. The worst. Because I compare your son with all the drivers I've ever seen. Remember, if you have present perfect, oftentimes, maybe not oftentimes, even most probably, you would have the superlative degree. Number 14. The journey didn't take as long we thought. The journey didn't take as long that we thought. As long then we thought. As long as we thought. I told you about as. So if you have as, you need to use the ordinary adjective, not longer, not the longest, just as long as we thought. So the journey didn't take as long as we thought. Путешествие не занялось так долго, как мы думали. То есть мы потратили на путешествие не так много времени, как мы ожидали, как мы думали. Number 15. I think Germany has the best motorways off the world, in the world, from the world. Ну, from это точно не подходит. Это как бы Германия себе там нахватала всех лучших дорог с всего мира. Ну, дороги нельзя так взять и нахватать там, привезти, да, дороги. Их нужно построить. I think Germany has the best motorways в мире. Лучшие в мире дороги, да. Вот запомните. Лучшие в мире. The best in the world. Если сказать the best of the world, это будет как бы лучший с мира. Лучший с... Лучший... С всех там стран. Okay. Здесь лучший в мире. The best in the world. Number 16. She loves Rome. Она любит Рим. It's the more beautiful, the most beautiful, most beautiful city she's been to. Again, here you have present perfect. If you have present perfect, you probably should use the superlative degree of comparison of adjectives. So, it's the most beautiful city. Why the most beautiful city? Because here you have beautiful. And this is a long word. So, you can't say it's the beautifulest. So, the superlative degree consists of two elements. First element is the definite article the. Yes. And the second element is the most. Or, if you don't have most, the fastest, you need to add est, this suffix, to the adjective, to the end of the adjective. So, the most or est. So, here you have the and most. The more? No, because you need to use the superlative degree and most? No, because you need to, you need also use the, yeah, the most, the most. Okay. Now, seventeen. There are usually three trains hour during the week. Обычно на протяжении рабочей недели в час проходят три поезда. То есть there are есть обычно три поезда в час, за час, за час. Как сказать за час? Вы можете использовать, вот, тупо используйте артикль n. Three trains an hour. Три поезда за час. Например, я получил пять сообщений за час. I got five messages an hour. I work four days a week. Я работаю четыре дня неделю. Four days a week. So, remember this case? This is very important for you to remember. Three trains an hour, not for an hour, but an hour, just an hour. Three trains an hour, two days a week, and so on and so forth. Number eighteen. I think я думаю women. Помните, это женщины, это множественное число. Нужно прямо, кстати, читать. Не women, а women, women, women. I think women are generally, generally, в общем. Какие? Более чем, да? У вас есть слово чем, then, если есть чем, значит, вы сравниваете две вещи или два действия, то есть, вам нужно использовать и are или more или less. I think women are generally более, да? Более talkative than men. As нельзя использовать, потому что вы можете as использовать только тогда, когда вы сравниваете одинаковые вещи. Например, он же такой высокий, как и я. He is as tall as me. He is as tall as me. У вас будет, если одно as, у вас будет и другое, второе as в предложении и прилагательное в нулевой степени сравнения. Number 19. Doesn't your cousin work as architect? Разве твой кузен не работает архитектором? Doesn't your cousin work as the architect? Конкретно? Нет. An architect. Work as a teacher. Работать как учитель, учителем. Work as an architect and so on so forth. Work as a driver. Work as an engineer. Work as an architect. You need to remember this case. I never go on Facebook when I am at work. No prepositions here. When I am at work. Just simply at work. Zero article should be used. I am at work. I am at home. Remember no articles. Let's do exercise vocabulary. And I wanted to ask you guys subscribe to my channel High English channel share with your friends press the subscribe button and the bell notification button in order not to miss any new videos. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, bell notification button, на колокольчик нажмите, чтобы не пропустить новые видео, больше подписчиков, больше новых видео, больше интересных тестов. Поехали дальше. We need to stop at the next petrol station. Здесь есть правильный ответ. Это petrol station. Это бензин station. Это станция. есть бензиновая станция. них называется так наша заправка. Patrol station. You can't say rank, потому что rank это стоянка. Lane это дорожка для движения велосипедов. Number one. He was late because of the road street. Traffic works. Road street дорожная улица или road traffic дорожные движения. Но дорожные движения куда бы ни шло, но они так не говорят. Они просто говорят traffic. Вот есть traffic, это уже означает какое-то движение, traffic, стесненное движение. Road нельзя использовать. то есть слово, которое подходит будет works. Road works. Это дорожные работы. Road works. Number two. I try to avoid смотрите, кстати, очень хорошая фишка здесь. I try to avoid driving in the hour. So I try, после try вы используете infinitive, то есть глагол без окончания с частицей to. I try to avoid я пытаюсь избежать, а после avoid это тоже глагол, вы используете глагол с окончанием ing, то есть gerundi. Это всегда, после try вы используете I try to understand, I try to avoid, а после avoid вы используете gerundi. Avoid не to drive, а avoid driving. You have to use avoid driving, not avoid to drive. I try to avoid driving. Как это узнать? Есть специальные таблицы, вы смотрите в таблице или в словаре. Используется после этого слово gerundi или infinitiv. Ну, или в принципе можете там запоминать такие нюансы как try to avoid, avoid doing something. То есть вы учите avoid doing something, try to do something. Пишите в словарике не просто try пытаться, можете просто try писать, но лучше написать try to do something. Пытаться что-то сделать. В переводе пишите avoid doing something. Избежать там чего-либо. doing something. So, I try to avoid driving in the hour. Busy hour, rush hour, fast hour. Ну, busy занятый час нет, fast hour тоже быстрый час нет. нужно сказать rush hour. Rush hour это час peak. Rush hour. try to avoid driving in the rush hour. Excuse me, is there a taxi near here? Excuse me, вы используете тогда, когда вы хотите что-то спросить у человека, вы ничего плохого еще не сделали. Sorry, вы говорите, когда вы, например, наступили на ногу человеку, вы уже что-то плохое сделали, используете Sorry, извиняйтесь. Excuse me, вы используете тогда, когда вы хотите побеспокоить человека. Excuse me, is there a taxi rank cure line? Cure это очередь на британском английском, line это очередь на американском английском, а rank это стоянка, то есть здесь будет стоянка. Excuse me, is there a taxi rank near here? Извините, здесь есть стоянка такси. Number four, slow down, slow down это медленнее, slow down, the driving limit, traffic limit, speed limit, мы говорим о speed, speed это скорость, скоростной лимит, лимит скорости, here is 40 km per hour, это километры за час, kilometers per, per означает за, пишется полностью вот так per, per minute, per hour, per day, килобит за секунду, килобит per second, per, сокращенно. Number five, we arrived, мы приехали late, because there was a terrible traffic, ну, я думаю, знаете все, как будет, пробка, пробка будет jam, a terrible traffic jam, traffic lights это светлофор, traffic block это, ну, не знаю, честно, блок движения, то есть, заблокированное движение, наверное. Number six, I had to pay a 50 euro parking, fine, fee, fine, все буквы, все слова на F начинаются, find это найти, fine это типа I'm fine, со мной все нормально, how are you, I'm fine, thanks, но здесь фишка в том, что fine, в том, что fine означает штраф, и I had to, мне пришлось заплатить не fee, не какой-то сбор налог, как, например, в ресторане, вы берете бутылку вина, и там уже, когда открываете вино в ресторане, вам нужно заплатить этот fee, coq, fee называется, налог или сбор за открытую бутылку, fee это сбор, здесь не сбор, это fine, штраф, I had to pay, мне пришлось заплатить 50 евро штрафа за парковку, ну, так, да, не повезло. Number seven, I never use, я никогда не использую public bus, общественный автобус, ну, я не часто слышу, что кто-то говорит общественный автобус, в основном говорят общественный транспорт, people say not public bus, they usually say public transport, общественный транспорт, поэтому будет общественный транспорт, I never use public transport, I always go by car, то есть, я всегда езжу на машине, I always go by car. Number eight, cycling is fantastic in Amsterdam because of all the cycle lines, это линии, просто вот линии или очереди, lanes это полосы, полосы движения, например, вы плаваете на лыжах, полосы, там есть lanes, просто плаваете, есть быстрая полоса, медленная полоса, это lane, roads это просто дороги, то есть, понятно, что здесь будет lanes, here you have to use lanes, cycle lanes, дорожки для велосипедистов. Итак, не забываем подписываться на канал, а мы продолжаем. Look out, осторожней, можно сказать не просто, look out, можно сказать также, watch out, but look out is also fine, there is a car coming the other way, он, машина мчит в другой стороне, смотри, машина там, слева, например, осторожно. We have to stop somewhere, мы должны где-то остановиться, soon, скоро, или же or will run through of out, run out это когда у вас что-то оканчивается, will run out of petrol, у нас закончится бензин, например, я могу сказать, у меня закончился сахар, но это неправда, не закончился, но я все равно могу так сказать, у меня закончился сахар, I have run out of sugar, number 11, I'll pick you up, pick you up, pick up, подобрать, подвезти, забрать, я заберу тебя со школы сегодня в 5, I'll pick you up from school today at 5, например, вот такое предложение можно сказать, I'll pick you up, не over, не out, а pick you up, pick me up, could you pick me up, ты можешь меня забрать, I'll pick you up outside the station at 10, возле станции, там снаружи станции в 10, what time shall we set for the airport tomorrow, set for, смотрите, у вас будет set off здесь, set off означает отправиться, set off, start a journey, we set off very early, why, to avoid the traffic, мы стартанули очень рано для того, чтобы избежать пробок, we left early, мы отправились рано, set off это отправляться в путь, leave, выезжать, запомните это словосочетание, set off, и куда, for the airport, set off for somewhere, for the airport, так, number 17, they were trying to get to Vienna, в Вену, пытались добраться, and, ended in Bratislava, and это конец, то есть, имеется в виду, что в конечном итоге, они оказались в Bratislava, ended up, and ended up in Bratislava, they were trying, они пытались, пытались добраться до Вены, но в конечном итоге, они оказались в Bratislava, and up, and up, очень популярная фраза, and up, то есть, это привело к тому, что мы оказались в какой-то ситуации, ended up, например, я попросил моего сына не курить, но в результате, все закончилось тем, что он выкурил целую пачку сигарет, it ended up, he ended up smoking the whole pack of cigarettes, something like this, so I hope you understand, number, actually, number 14, it's hard to choose, by the way, let's take a look at the example, we are both very keen on, keen on, это такие зацикленные, помешанные, we are both very keen on cycling, I am keen on playing tennis, for example, I am keen on watching movies, number 14, it's hard to choose, очень сложно выбрать, the channel ferry and the tunnel, то есть, у вас две опции, или channel ferry, паромная переправа, или туннель, ну, имеется в виду, Британия, да, наверное, с Францией, когда вы едете в Британию, можно, через паромную переправу, the channel, потому что с большой буквы пишется, channel, то есть, La Mange, English channel, он называется на английском языке, English channel, yeah, you need to get to Great Britain from France, or the tunnel, also you could use the tunnel, so it's hard to choose, между, between, не from, а between, you have two options, у вас две опции здесь, number 15, what do you spend most of your money on, на что вы тратите большинство своих денег, смотрите, when you have the questions like this, what do you spend most of your money, on, who are you looking at, на кого ты смотришь, what are you looking for, что ты ищешь, предлог ставится в конце предложения, очень часто такое бывает в английском языке, запомните этот пример, what do you spend most of your money on, или who are you looking at, на кого ты смотришь, my sister is a really good, когда вы говорите math, сильно в математике, или bad at math, или excellent at math, вы используете at, good at, bad at, также excellent at, excellent at, превосходно в математике, excellent at, number 17, I'm afraid, I'm afraid, я боюсь чего, I'm afraid of flying, I'm afraid of, be afraid of something, бояться чего-либо, let me pay dinner, позволь мне заплатить за ужин, let me pay, заплатить за что-либо, let me pay for, не pay out, не pay up, а pay for, let me pay for dinner, number 19, we arrived Frankfurt airport late in the evening, смотрите, нужно вам запомнить, это важно, to go, to go, to, to go to, да, go to вы используете, поехать куда-либо, go to, go to Kiev, but if you have arrive, the trick is that you can't use arrive to, forget about using arrive to, you could say arrive in, когда вы говорите о странах, например, arrive in Spain, arrive in Germany, arrive in France, arrive in Great Britain, arrive in Switzerland, and arrive at, arrive at the airport, for example, or arrive at the cinema, I'm going to show you this case, we say arrive in, or arrive at, not arrive to, so pay attention, we arrived at Frankfurt airport, late in the evening, number 20, are you worried about, смотрите, worry, это бояться, are you worried about, и afraid of, worried about, вы волнуетесь, относительно чего-либо, are you worried about the interview tomorrow, to be worried about something, and the last exercise, that's pronunciation, here you have to choose different sound, and the ch, oh sorry, k, chemists, слова, резкое происхождение будет, k, ch, is pronounced like, k, in words of Greek origin, chemists, check, in cheap, so of course, chemists, the next, catch, coach, crash, catch, coach, and crash, so crash, journey, bridge, adventure, adventure, so that's adventure, the different sound, the platform, the traffic, the traffic, the platform, the underground, because it starts with a vowel, the underground, the and the station, the and the station, and here, the hour, so the station is, has a different sound, why? because the hour, h is a consonant, это согласная буква, но здесь вы, она не произносится, вы по сути произносите, а, the, the hour, то есть вы смотрели даже не на букву, а на звук, если звук гласный, тогда z используйте, the hour, и, and here, stress, motoway, 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 so, motoway, 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 so the first syllable is stressed, underground, 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 the first syllable is stressed, talkative, talkative, the first syllable is stressed, multitask, 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 B, multitask, and researcher, 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 so B, this one is correct, thank you everybody, that's the end for today, subscribe to the channel, подписываемся на канал, ставим лайки, делимся с друзьями, не забываем нажимать на колокольчик, больше лайков, больше подписок, больше новых видео, все, пока, пока.